приветствую друзья вот мы на территории нового тех-центра нашего работа кипит все работают ждем вас к нам на ремонт в гости что еще сказать вот в принципе посмотреть ну четырехстоечный подъемник на котором мы делаем партера и всход-развал подъемники вот подъемник для грузовиков серии hd зона мойки где мы моем автомобили моем днище все вы видели наше видео по поводу мойки днище и сейчас мы чуть-чуть оденемся и выйдем на улицу покажем вам как выглядит все снаружи вот снаружи так имеется два въезда 1 1 въезд высокий под грузовики один пониже под партера легковые автомобили и для удобства определения локации повесили баннер о как раз к нам по моему едет алексей здравствуйте вы снова к вам основу к вам что случилось хочу провести диагностику сказать посмотреть машинку да мы сейчас посмотрим сейчас поднимем посмотрим есть также шкур и обог редуктор сошка редуктора шкур и здесь посерьезней шкур и шкур и и этот диском тормозном готовится все уже практически замена сейчас колоды будет диски уже тонкий колодки недавно по моему а диски не трогать внутреннюю страна тонко автомобиль имеет длину восемь с половиной метров ширину 2 метра 100 высоту 2 300 вы не поверите но этот автомобиль здесь у нас спокойно ездить заезжает заезжает ворота проблем не возникает с этим с верхней крышки коробки с датчиком масла а с механизмом выбора по моему на крышку не получается и датчик из-под нее и на эту сторону тоже когда захочет начинается а это евро поторву подвесной шлицевая 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 ну они они нирваны втулки они они просто нет они просто вот от того что машина стоит вот эту прелость и видно так они живы не смотрел там это амортизатор амортизатор вот сюда не добрался пошел нормально столько живут все же есть почему есть для автомобиля 2000 года он довольно таки в хорошем рабочем состоянии то есть это реально рабочая лошадка ну по результатам диагностики вы видели до червячная передача рулевого редуктора люфт диски передние подвесной подшипник задние амортизаторы в принципе есть небольшая течь на коробке передач но она и не очень как бы критическая то есть не течет просто запотевание а пробег у этого автомобиля скорее всего уже по второму кругу так как на спидометре всего сто сто пятнадцать тысяч здесь все распредсовано все промазано но обслуживает автомобиль все равно совсем не услеживаем пусть даже большую часть он стоит но видно что он за ним следят то что стоит видно просто ну да потому что ржавчина вот тут тоже единственное что на вид на резиновые детали подвески до простой в мире куча чем когда эксплуатируют радиатор хулера конечно оставляет злок лучшего но чистый тон чистый но уже все здесь если все соты выпадут будет нехорошо вот так что сейчас опустим будет видно откуда там масса здесь на трех даже двигатель вниз идет на пышки в клинвала попадает на переднюю крышку и на подлогу про кабину говорить особо здесь нечего потому что мы о них уже говорили единственное что у нас добавилось это электрические стеклоподъемники так сказать все для народа все блага посадка та же самая регулировки те же самые управление всем то же самое не знаю почему их считает очень комфортабельными но я так не считаю это сугубо лично мое мнение масло из-под соединения крышка то есть лобовая крышка переуплотнение на этот автомобиль химдэйс д-65 устанавливает двигатель д-4ае 130 лошадиных сил в принципе ему хватает для его грузоподъемности так же как на д-4 д-д д-4 на все которые устанавливаются доступ ко всем узналам есть также здесь все механическое механическое тнвд механические механическое управление дросселем тоже электроники минимум здесь даже нет свечей накала что ну в принципе затрудняет запуск в холодную погоду для этого устанавливают предпусковые обогреватели и тогда как бы не возникает проблем с холодным пуском автомобиля двигатели очень капризные к качеству масла его надо вовремя менять хотя бы раз в 10 тысяч мы не говорим про с ним с половиной и на данном автомобиле был уже заменен двигатель на контрактный причина мы узнаем чуть позже как мы говорили ранее на этом автомобиле менялся двигатель причиной стало масляное голодание из-за турбины то есть турбина начала гнать масло соответственно все масло вышло из двигателя и коленчатый вал лопнул и восстанавливать там было нечего двигатель пробежал 100 больше 100 тысяч километров где-то 110 тысяч по стоимости уточним сейчас у хозяина автомобиля сейчас мы узнаем о стоимости ремонта двигателя то есть замены двигателя алексей а сколько стоил приблизительно двигатель двигатель контрактный стоил 120 тысяч рублей плюс замена на сервис 15 тысяч рублей ну не будем считать расходники там масло фильтра вот это вот это как бы и так все понятно я а база я так понял она удлинена до на 2 300 машину удлиняли добавили кардан удлинили задний свес машин изначально было 420 длина кузова сейчас длина кузова 6,5 метров ну то есть машина удовлетворяет тому потребностям возить те грузы которые нужны то есть длинномеры была потребность перевозки длинномеров и машина делалась под работу ну то есть чтобы не фуру брать а именно на HD все это отрабатывать потому что она мне кажется по будет по улицам лучше удобно да обслуживали ездили часто в центр Москвы была такая то есть и пропуски не надо и вот все вот все понятно то есть в принципе понятно почему у нас такая длиннющая машина получилась мы рады были вас видеть алексей я надеюсь что вы приедете к нам не только на диагностику но и на техническое обслуживание приезжаете к нам да конечно дмитрий спасибо вам за диагностику я думаю будем сотрудничать с вами в дальнейшем спасибо будем вас ждать всего доброго до свидания ну а вы приезжайте к нам по адресу Дубнинская улица 83 а строение 3 ждем вас в гости на ремонтное техническое обслуживание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и про инстаграм про наш тоже не забывайте ну что поехали как мы говорили ранее давай я тебя сниму слушай давай я тебя сниму можно вставить подождите не смотрите все на меня я сейчас